Здравствуйте! С вами канал Виктор Сергеенко. Пару дней назад я получил ВКонтакте интересное сообщение. А дело было в том, что меня пригласили очередной раз поучаствовать в телевизионной передаче. В этот раз передача была «Россия-1». Ко мне обратилась Ксения Черникова. Вот она пишет «Виктор, добрый день! Россия-1 беспокоит телевидение. Меня зовут Ксения, продюсер. Делаем сюжет про пижму. Нашли у вас видео, что вы ее выращивали у себя на огороде. Можно с вами по этому поводу пообщаться? Мы бы приехали к вам на съемку». Я всегда с интересом отношусь ко всем предложениям и никогда сразу не отказываю. А сначала предпочитаю поговорить, выяснить детально, в чем вопрос. И хотя телевидение ко мне за последние года 3-4 обращается уже пятый раз, это действительно уже пятый раз. Кратко напомню. Обращалось ко мне центральное телевидение с предложением участвовать в передаче. Дважды ко мне обращались с нашего местного телевидения. Кроме того, ко мне обращалась японская телекомпания с предложением поучаствовать в передаче про Дайкон. И вот сейчас Россия-1. И вот они обратились с предложением рассказать о пижме. И вот видно, что здесь после сообщения было два звонка через ВКонтакте. Но мне это неудобно, у меня не всегда подключен микрофон. Поэтому я написал Ксении, сообщил свой телефон. Вот здесь хотелось бы узнать поподробнее и все такое. Ксения не заставила себя долго ждать. Перезвонила и мы обстоятельно с ней переговорили. Действительно, она попросила меня поучаствовать в передаче, рассказать, как выращивать пижму. Пижма является и лекарственным растением, и дикоросом. Есть и культурные пижмы декоративные, какие у меня растут. Поэтому эту тему мы с ней обсудили. И вот предложение было следующее. Ко мне приедут представители телевидения. Прямо в Барнауле есть у них там определенные структуры, которые им помогают. И сделают интервью с моим участием. Как раз про эту самую пижму. И после того, как мы все это обсудили, и первым делом я, конечно, согласился по поводу взятия и использования моих роликов телевидением. Поскольку они неоднократно, несчетное количество раз уже брали мои ролики и никогда не спрашивали разрешения. Поэтому к этому я отношусь очень спокойно. С этим вопрос решили. Ну а по поводу участия в этом интервью и в дальнейшем в передаче я подумал и после того, как мы обсудили все детали, в конце концов отказался. А дело в том, что в процессе разговора я на всякий случай, как всегда это делаю, спросил, подразумевается ли участнику передачи, в частности мне, какое-то хотя бы минимальное вознаграждение за потраченное время и полученное беспокойство, связанное вот с этим интервью. Ну понятно, это делается не так просто, это тратится на это время и так далее. И вот Ксения даже удивилась и подтвердила то же самое, что и раньше до меня доводили представители телевидения, что, конечно, никаких вознаграждений участникам не предусматривается, у них нет такой статьи в бюджете. Я спорить, конечно, с этим не стал, они сами выбирают свою стратегию, тактику развития телевидения. И после всех деталей я отказался от участия в этом интервью. Ксения удивилась, ну делать нечего, поговорили мы с ней еще, и когда ей переубедить меня не удалось, но она с жалением все-таки прекратила разговор. И расстались мы на дружеской ноте. Действительно, я отношусь с симпатием к работникам телевидения, которые освещают огородные дела, но все-таки участвовать отказался. И вот прошло некоторое время, Ксения снова мне позвонила, и уже более просительно, с еще большим напором обратилась ко мне с просьбой все-таки поучаствовать в этой передаче. Как она мне говорила, выручите нас, пожалуйста, очень нужна эта передача. Я, конечно, все это выслушал. Кроме того, мне было предложено, что если я не хочу доставлять себе хлопоты со съемочной группой, которая придет и будет снимать, то я могу сам даже заснять некоторый сюжет, который они мне предоставят, и переслать им, они все сделают, смонтируют. Ну, дескать, я обязательно должен быть в кадре. Уж не знаю, зачем я им там понадобился. Но такой формат передачи. Я все это выслушал и, честно сказать, ждал, может быть, с некоторым любопытством, как отреагирует Ксения на мой вопрос о вознаграждении. Но, однако, никакого вознаграждения мне предложено не было. И после некоторых в очень доброжелательной форме переговоров я решительно отказался. Ксения посожалела, и на этом мы попрощались. Какой можно подвести итог? Некоторые зрители канала, когда я раньше высказывал вот эту свою позицию, я и раньше отказывался по этой же самой причине, выражали непонимание. Как же так я отказываюсь? Меня увидит множество людей. Центральное телевидение. Много зрителей смотрят. И неплохо бы в этом поучаствовать. Но у меня несколько иной подход. Ну, во-первых, зрителей у меня тоже довольно много на канале. Больше 200 тысяч постоянных только подписчиков. Это первое. Ну, а во-вторых, не сочтите меня очень меркантильным человеком. Дело тут даже не в деньгах. Ну, я считаю, не совсем правильно участвовать вот в таких мероприятиях совершенно бесплатно. Если бы речь шла о какой-то организации, которая имеет недостаточный бюджет, ну, например, какое-нибудь телевидение какого-нибудь нашего Косихинского района, местные энтузиасты там что-то делают, я бы бесплатно снялся, даже, может, и приехал и поучаствовал. Но когда центральное телевидение «Россия-1», имеющее гигантские бюджеты, причем они выплачивают огромные гонорары различным гостям программ популярным, ничего плохого в этом нет. Но почему же они так относятся к рядовым участникам различных передач? Вот я, обыкновенный блогер, огородник, к каким-то знаменитостям себя отнести никак не могу. Да дело здесь и не во мне. Почему вот таким участникам различных передач ничего не предлагается в качестве вознаграждения? Пусть это будут небольшие суммы, но хотя бы для какого-то уважения, я считаю, это можно было бы сделать. Однако нет. Это делается из каких-то, я не понимаю, принципиальных, видимо, соображений. И вот так повторяется уже несколько раз в течение последних нескольких лет. Ничего не предусмотрено оплачивать участникам телевизионных передач. Может кто-то на это внимание и не обращает, а я как-то вот к этому отношусь с некоторым непониманием. Почему такое неуважение? Повторюсь, дело не в деньгах. Вот такая моя позиция. И я в очередной раз, в пятый раз уже отказался участвовать в телевизионной передаче. Должен заметить, что так было не всегда. Я участвовал в телевизионной передаче. Это было много лет назад. Знаю весь этот механизм, как это все делается. И знаю, какие бывают зачастую результаты. Но вот такая система взаимоотношений между участниками передачи и организаторами, я считаю, неверна. Я считаю, должно быть какое-то более уважительное отношение друг к другу. А не то, что участники передачи должны выполнять все требования, которые к ним предъявляют организаторы. И причем совершенно бесплатно. Вот такая моя позиция. Может быть, я не прав. Зрители канала, поправьте меня. Объясните мне, в чем я ошибаюсь. Ну а в конце пожелаю всем зрителям канала хорошего здоровья. Всем всего самого доброго. До свидания.